Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте, и сегодня у нас в эфире мои обновки за месяц май. Что-то в последнее время у меня в основном выходят видео с обновками и пустыми банками, потому что мне снимать их проще всего. Немножечко того, что я купила, одна посылка в качестве пиар была мне прислана, и небольшой подарок от подписчицы я получила. Так что, если вам интересно, какие обновки появились у меня в мае месяце, то продолжайте смотреть. На самом деле, я так смотрю, что три заказа я получила в мае месяце, количество посылок немножечко у меня уменьшается. Последнее время не было, во-первых, настроения покупать что-то косметическое, ну вообще что-то покупать, тем более косметическое, и к тому же финансы слегка поют романсы, но до меня еще доходят до сих пор те посылки, которые я заказала раньше. В частности, долго ко мне шла посылка из Соединенных Штатов, я на посредника заказывала еще, по-моему, в начале года, в общем, очень долго разбиралась. Там были еще другие не бьюти-средства, которые я не буду вам показывать, но из именно бьюти я получила три вот таких вот тюбика от марки Элемис. Это такие делюкс-миниатюры. Мне хотелось протестировать еще их средства, потому что все, что я пробовала до сих пор в этой марке, мне понравилось. Но не хотелось сразу, конечно, покупать полноразмеры, потому что марка не дешевая, и, в общем, да. Значит, во-первых, взяла продукт, который меня очень интересует, это очищающий бальзам с энзимами, насколько я понимаю, Superfood AHA Glow Cleansing Butter. У меня сейчас от Элемис очищающий бальзам их новый сравнительно без запаха, и он мне очень нравится, я прям кайфую от него. Хочу попробовать и вот эту штуку тоже. Дальше мягкий эксфолиатор с розой, я так понимаю, что это шлифующее средство, типа мелкого скраба. Видела у блогера одной, которой очень доверяю хвалебный отзыв, решила попробовать, хоть я небольшая фанатка скраба в последнее время, но на лето решила взять. И взяла их маску из серии Peptide 4. У меня из этой серии было уже два продукта. Один, который называется крем в масло, такое типа молочко или эмульсия питательная. И второй, это мой любимец, крем для кожи вокруг глаз. И я очень хотела их ночную маску, но они у меня дико медленно расходуются. И когда я увидела, что есть возможность взять Deluxe Sample, то я, естественно, ухватилась за это, чтобы не брать сразу большую банку. Сразу скажу, что я не факт, что смогу оставить ссылки на именно вот такие вот миниатюры, потому что я их покупала на ebay. Дело в том, что многие покупают гудибеги или получают такие миниатюры в подарок с заказом. И не всегда человеку все это нужно. В Штатах широко распространена практика, эти миниатюры или вообще любые составляющие гудибегов или миниатюры, которые тебе прислали в подарок, продавать просто на ebay по невысокой совершенно цене. И там я и выцепила. Но обычно, если продавец выставил что-то такое, то у него обычно одна штучка, потому что это его личные запасы. Но я оставлю ссылки на полноразмеры этих продуктов. Если вы хотите вот так вот заморочиться с ebay, поискать миниатюры, то просто копируйте название и ищите. Но имейте в виду, что обычно американские продавцы, конечно, не доставляют даже в Европу, даже к нам в Латвию. Так что я эти вещи покупала именно поэтому, через посредника. И по той же причине на посредника взяла миниатюру пудры гиалуроновой от Viteri. Кстати, вот давайте я её ещё не вскрывала. Вообще у меня лежит продуктов на всё лицо первых впечатлений аж на два видео. Тут вот чуть-чуть. Она такая... Я её пробовала в магазине. Она такая супер шелковистая, хоть и белая с виду, но абсолютно прозрачная такая на основе силики пудра. Ну, я не буду сейчас её пробовать на лице, во-первых, потому что я уже припудрилась. Во-вторых, оставлю до видео с первыми впечатлениями. Вот такая вот малютка. Посмотрим, как она будет противостоять моей Hourglass. Мне кажется, что она... Не знаю. Вот я сейчас нанесла на руку, я вообще ничего не вижу. По-моему, это как раз вариант, что закрепить макияж, но при этом вообще не амотировать. Хотя, чёрт его знает, как она будет. В общем, ладно, попробую и посмотрю. Я просто планирую... Мне нужна полноразмерная пудра, рассыпчатая, потому что моя, которая была в Project Pen, очень быстро закончилась. И я сейчас как бы на распутье что выбирать. Либо повторять Sensei, либо покупать Hourglass, к чему я пока склоняюсь, потому что у меня миниатюрка Hourglass сейчас в использовании. Либо вот эту Байтери. Байтери проще всего, потому что она продаётся у нас здесь в Риге совершенно без проблем. Но я хотела именно сначала взять миниатюрку и попробовать. Вторая посылка была от марки Zissia или Zissia. И я как раз вот храню нераспакованными даже практически всё, потому что хочу снять полное лицо первых впечатлений с этой маркой. Ну, здесь не будет прям полное-полное лицо, но у меня есть кушон, у меня есть консилер, который... Ну, на камеру не очевидно, но живьём он сильно-сильно темнее моего цвета кожи, поэтому я его даже использовать не буду. Я его положу в коробочку, где продукты для розыгрыша. Мне, кстати, консилер я не покупала, мне его прислали в подарок. Если бы я покупала, я бы, конечно, не брала второй оттенок, а брала бы первый хотя бы, если бы решила рисковать. Также в подарок мне положили вот такую вот базу под макияж нежно-фиолетового цвета. Она не вот такого ярко-фиолетового, она такая бледненькая. Ну, хотя что, я держу, я вам сейчас покажу. Вот такая вот светло-светло-фиолетовая. Вроде как увлажняющая база, и обычно такие лиловые оттенки помогают скорректировать пигментацию, что как раз мне нужно. Очень силиконистая, я не думаю, что она будет увлажнять, но, возможно, под некоторые такие очень сухие тональные средства она мне пригодится. Посмотрим, в общем. Значит, кушон у меня есть, база у меня есть под кушон. У меня есть вот такая вот палеточка теней, очень красивая, но не совсем то, что я ожидала. Я рассказывала про то, что я хочу купить в своем видео с рекомендациями к покупкам с Алиэкспресс. Вот здесь по ссылающей подсказке можете посмотреть, какая прелесть. Розовый котик. И внутри она... Я думала, что это будет палетка с холодными оттенками, но она выглядит вот так. Это скорее палетка с персиковыми, я бы сказала, оттенками. Я бы не сказала, что она холодная, но она и не теплая. Но она такая очень нежная и девчачья. Не то по цветам, чего я ожидала. Но не факт, что это обязательно плохо. Просто имейте в виду, что цвета на картинке отличаются от того, что вы получаете в реальности. Еще из ZC я взяла вот такую вот помаду. Я вот не знаю, как это все я смогу увязать в одном макияже. Смотрите, какая красота. Потому что помада должна была сочетаться с палеткой теней. Ой. Это вот эта вот серия с дракончиками. Помада должна была сочетаться с палеткой теней. И она такая холодно-коричневая. Может быть, кстати, она и будет сочетаться, потому что она тоже, мне кажется, теплее, чем я рассчитывала. Она тут... Пуля прямо резная вся. На ней там какие-то узоры, дракончики. Но, если честно, упаковка меня разочаровала. Она на магните. Она вроде как такая тяжеленькая с претензией на люкс. Но о чем... Я не знаю, вряд ли это видно на камеру. О чем я ни от кого из обзорщиков не слышала. Золото с упаковки самой помадой. Причем это пластмасса покрытая. И золото на дракончике. Дракончик ощущается, что это металл. Разного оттенка. И это очень сильно дешевит. Вот чуть-чуть не дожали. Надо было либо делать пуль... Ну, вот этот вот кейс тоже металлический. Либо хотя бы подогнать оттенок этого золота. Я вот даже мужу показала. Он такой сразу... Ну да, типа дешевит это дело все. Но так, конечно... Может быть, это... Я как дизайнер придираюсь. Я не знаю. Может быть, не все такие придирчивые. Так, конечно, очень красиво это все смотрится. Если не обращать внимание вот на этот нюанс. Ну, и я сейчас сочить не буду. Опять же, оставлю для видео с первыми впечатлениями. И последнее, что у меня есть, это не макияжное. Это бальзам очищающий тоже от марки Зисия. И к нему набор полотенчиков. Кстати, полотенчики я хотела вскрыть и посмотреть, какие они по качеству. Потому что мне вместе с Элэ Мисс пришло полотенчик. Оно очень... А, это не полотенчики, это одноразовые пады. Ну, ладно, хорошо, тоже неплохо. Я знаю, что многие любят эти вот мягенькие такие штуки, чтобы ими тонер наносить. Я тонер наношу просто руками. А ватными вот этими дисками пользуюсь иногда, чтобы помаду стереть. Или чтобы подправить, в общем, макияж. Но пригодятся, буду использовать. Кушен в очень красивой коробочке. И внутри выглядит красиво, но упаковка довольно стандартная. То есть, такой же кушен у Хеймиш. О, смотрите, как красиво красный. Здесь вот так вот откидывается. И тут, значит, это невинность. Ну, я сейчас снимать не буду. Потом, когда буду снимать видео, то, соответственно, распакую все это дело. И рефила в комплекте нет. Имейте в виду. Не особо выгодно получается, потому что за эти деньги у корейцев обычно есть рефил еще дополнительный в комплекте. Короче, четыре продукта от Zissia я заказала. И получается, три мне пришли в подарок. Что, как бы, очень приятно, очень прикольно. Ну, единственное, что праймера миниатюрка, но все равно. Подарок очень щедрый с заказом. Что радует, потому что цены на марку совершенно не дешевые. И третья посылка тоже с Алиэкспресса мне пришла. Вот такой вот набор косметики. Beauty Makeup Set Box. Марка называется Yanzi. Я его достаточно наобум схватила, просто потому что все выглядело очень красиво. Вот так вот выглядит внутри. К сожалению, коробка помялась при пересылке. Ну, мне продавец за это чуть-чуть компенсировал. Но я вообще не уверена, что я хочу это все сама использовать. Здесь в наборе помада. Вот такая вот кирпично-красная, я бы сказала, коричнево-красная. Не совсем мой оттенок или совсем не мой. Вот такая вот тушь. Не буду вскрывать, потому что есть шанс, что я это... Скорее всего, я это буду дарить, разыгрывать в розыгрыше. Туши у меня полно тоже сейчас. Мне тогда тушь не нужна. Потом, что это у нас такое. По-моему, это такой странный формат кушина или спонжа. А, это такой спонж для кушина. И одна из этих коробочек это кушин. А вторая, наверное... А, а вторая это пудра как живанши из четырех оттенков, из четырех отсеков состоящая. Так. Откручивается странный формат. И тут он чуть-чуть начал подтекать. Так что, имейте в виду, упаковка... Упаковывает продавец плохо. Так что, вот такой набор. Он, по-моему, стоит где-то 16 евро, 18 евро, что-то такое. Я его купила на скидках за 11. И за помятую коробку мне еще чуть-чуть вернули. Так что, он мне очень недорого обошелся. Но я его, когда покупала, не знала оставить себе. Потому что, вот у меня, допустим, из DC не было туши и пудры. И можно было бы воспользоваться, чтобы прям полное лицо было. Первых впечатлений. Но, когда я получила, то у меня уже ископилось большое количество туши. И я увидела, что помада не совсем моего оттенка. И я решила, что, скорее всего, я это дело просто передарю. В смысле, что разыграю в Инстаграме. На экране сейчас будет мой ник. И ссылка всегда есть в описании под видео. Так что, если хотите поучаствовать, то не забудьте подписаться. Встречалась с местной рижской подписчицей. Мы покупали с девчонками там всклаченную с YesStyle. И я отдавала ей заказ. И она мне преподнесла две миниатюрки Valmont. Это их знаменитая маска и увлажняющий крем. Еще я не вскрою. Ну, вообще, давайте вскрою. Потому что я же точно буду пользоваться. Буду пробовать. Мне кажется, что миниатюра маски у меня когда-то была. Но я не помню. Меня очень впечатлил от Valmont Scrap. Но марка такая дорогая, что я так и не решилась его купить. Вот такие две красуточки. Обязательно-обязательно воспользуюсь. Надо только почитать. По-моему, эта маска была как ночная, а не как смываемая. Надо почитать прежде, чем пользоваться, чтобы не попасть в просак. И, наконец, посылка, которая пришла мне в качестве пиар от магазина YesStyle. Это все декоративная японская косметика. Семь продуктов мне пришло. Во-первых, вот такой вот санскрин от Canmake. Точнее, у меня этот санскрин я покупала сама. И такой же прислали мне в пиар. Но я не стала его распаковывать. Убрала просто в свой фонд призовой, так сказать. Санскрин мне нравится, но не стал моим суперфаворитом. Он приятный. Я буду им пользоваться, но в тройку лидеров, так скажем, которые я захочу повторить, он не выбился у меня. Вот этот вот бальзам, проявляющийся в розовый цвет, мне не понравился. Слишком слабо ухаживает, очень быстро съедается. И я вот люблю начать краситься, намазать бальзамом губы. И когда доходит дело до помады, у меня уже губы более увлажненные. С этим бальзамом мне ухода недостаточно. Я начинаю красть помады и вижу шелушинки на губах. Вообще, я не знаю, зачем он у меня тут лежит. Я уже приняла, собственно говоря, решение от него избавляться. Также решила избавляться от вот этого цветного геля для бровей. Не по цвету он мне не подходит, не понравилось мне им пользоваться. И вообще, если честно, тонированные гели для бровей я не очень понимаю. Как-то я с ними не подружилась. Вот прозрачный. И маркер – это моя техника. А тонированным гелем я всегда наляпываю себе на кожу, потому что я зачёсываю так очень сильно вверх брови. И получается, что всегда у меня на лбу остаются какие-то пятна. Поэтому я его один раз попробовала. Убрала в упаковку. Кому-то из подружек отдам, кто посветлее поблонди нести меня. И четыре продукта, которые мне очень понравились. Это вот такая вот палетка миниатюрная. Теней для бровей. Как оказалось, я делала с этими продуктами макияж. Вот здесь по всплывающей подсказке можете посмотреть. Там было всё лицо. Ну, не всё лицо. Там были первые впечатления от этих продуктов. Но вообще всё лицо практически было продуктами с eStyle. И только потом я обратила внимание, что это была не палетка теней, а палетка для бровей. Но она прекрасно сработала в качестве теней для век. И я как раз-таки буду, скорее всего, именно так её использовать. Потому что давно я уже отвыкла оформлять брови тенями. Мне сейчас гораздо больше нравится маркером. А как тени для век, они просто прекрасно растушевываются. Потрясающе. Очень хорошая нейтральная гамма мне попалась. Там несколько вариантов. У меня пятый номер, имейте в виду. Она такая, ну вот, на мой взгляд, нейтральная. Ни холодная, ни тёплая. Очень-очень приятная штука. Имейте в виду, что работает и как тени для век. Не только как тени для бровей. Я, кстати, даже и не знаю, как она работает, как тени для бровей. Но для именно макияжа глаз работает отлично. Супер я в восторге от этой туши. От Kiss Me Heroin. Это термотушь. То есть она суперстойкая. Она потрясающе держит завиток. Я постоянно пользовалась раньше этими гелями, фиксирующими завиток. То есть я подкручиваю щипцами ресницы. Но они у меня такие прямые сами по себе, что как только я наношу тушь, они у меня сразу всё равно распрямляются. Но у азиатов есть такие фиксирующие завиток гели, которые позволяют этого избежать. Но вот эта тушь сохраняет завиток моих ресниц на целый день без всякого дополнительного средства. Я в восторге. Притом она ещё и даёт такие довольно пушистые реснички и суперстойкая за счёт того, что термо. Мне подсказали, что это с розовой такой крышечкой. Она такая бликующая, но надеюсь, что вам видно, что от золота к розовому градиент на крышечке. Это Long & Curl. То есть это удлиняющая и держащая завиток. А есть ещё с фиолетовой крышечкой Volume & Curl. То есть тоже держащая завиток, но дающая ещё и объём. Вот её я хочу попробовать. Я думаю, что, скорее всего, это будет моя финальная любовь, моя последняя тушь, которую я буду когда-либо покупать. Потому что я дико довольна эффектом. Не супер он драматический. Я не могу сказать, что это какие-то врывеглазные ресницы. Если мне надо врывеглазные, я просто наклею накладные. А так вот на повседневку стойкая, держит завиток. Единственный, наверное, недостаток её, что она прям совсем плохо смывается. Даже тёплой водой. Но как бы не критично. Я смываю, во-первых, бальзамом масляным. Он вообще её не берёт. И тёплой салфеткой. И вот этой тёплой салфеткой просто надо чуть-чуть подольше подержать. Ну и бывает, что если не додержишь, то на следующее утро... То есть вечером умылась. Вроде как всю тушь смыла. А на следующее утро вижу, что ещё круги под глазами. Что остатки этой туши ещё мигрировали. Ну, как бы я всё равно с утра умываюсь. Просто вытираю тоже под глазами дополнительно. И всё как бы в порядке. В общем, я в восторге от этой туши. И спасибо, что подсказали, что есть ещё объёмная версия, которая ещё круче. Прям мечтаю её уже купить. Но нельзя, потому что туши у меня, не знаю, больше пяти невскрытых в данный момент. Не говоря уже о том, что, наверное, ещё пять вскрытых. Я не знаю, надо даже... Ради интереса надо пересчитать, какое количество. Я просто помню, что мне Дуглас прислали две и Эссенс прислали две. Это вот сто процентов то, что у меня лежит, что я ещё даже не смотрела. Ну, не открывала. Но это прям крутышка. Я в восторге. Подводка тоже кисми хероина у меня уже раньше была. Она очень хорошая, абсолютный аналог Кэт Ван Ди тату лайнер. И по корпусу, и по кисточке, и по самому составу, самому... Как это? Самим чернилом, как это правильно сказать? Что там внутри находится? Ну, в общем, сам продукт тоже эквивалентен. Но и стоит в два раза дешевле. Очень хорошая вещь. Единственное, что у меня сейчас получается три подводки вскрытые. Ну, ладно, что поделать. И румяно-кремовый от Canmake очень мне понравились. Сегодня на мне не они. Ещё не удалось мне их так действительно круто протестировать на стойкость. И упаковка, конечно, очень такая дешёвенькая и хлипкая. Цвет выглядит воровеглазным, но на лице растушёвывается просто прекрасно. И я очень довольна. Мне они очень понравились по качеству. Я, на самом деле, такой цвет, наверное, сама бы себе никогда не купила. А летом мне кажется, что он будет такой персикой очень хорошо. На мне сегодня холодный и румяно. Но, видите, они всё равно выглядят... На мне сегодня вот эти вот гелевые от Илла Маска Фришен. Можете вы сказать, что это тот цвет, который у меня на щеках? Мне кажется, что на мне всё очень сильно теплее становится визуально. Так, судя по всему, это все обновки, которые были у меня в месяце мае. Если вам было интересно, чем я сегодня накрашена, то на центре века у меня блестяшка. Это вот эти вот кремовые... кремовый глиттер, жидкий глиттер от Danessa Merix в оттенке Milky Way. А всё остальное у меня сделано моими продуктами из Project Pen. Такой очень лёгкий повседневный макияж. Макияж, как вот я хожу на каждый день, практически без тонального средства. Только корректор под глаза, консилера небольшое количество, чуть-чуть теней, чуть-чуть румян. Ну, в общем, совершенно-совершенно минимальный. И, повторюсь, продукты из моего Project Pen. Так что, если вас эта тема интересует, то сейчас на экране появится всплывающая подсказка. Одна из них будет на моё видео с Project Pen. А я на этом с вами прощаюсь, целую, обнимаю и до новых встреч. Пока!